Прискорбно, но со мной, как и со многими другими владельцами приемников Texan, случилась та самая неприятность с ручкой настройки, то есть с валкодером. Год приемник проработал замечательно, самим аппаратом я чрезвычайно доволен, это одна из моих самых любимых игрушек, конкурирующие даже с интернетом очень сильно, но не будем растягивать воду, резину и так далее. Полез я в интернет искать способ решения этой проблемы. Многие разбирали приемник, выпаивали валкодер сам, разбирали его, чистили, промывали, потом мучительно впаивали обратно, решали другие проблемы с тем, что там очень такой неудобный монтаж внутри. Какое решение помогло мне? Разбирать приемник полностью мне совсем не хотелось, тем более заниматься пайкой. Не у каждого дома валяется рекомендованный паяльник мощностью 25 ватт, чтобы не попалить схемы и не испортить близлежащий экран. Он там смонтирован очень близко. Пригодится только жидкость ВД-40, синтетическое масло или силиконовое масло или еще какой-то тип смазки, который может долговременно оставаться в домашних условиях в жидком или вязком состоянии, то есть смазал и забыл достаточно долго. И зубочистка. Приемник разобрать все-таки пришлось, но разборка свелась к тому, что была снята передняя панель, вынута ручка. Вот, поскольку я сейчас все собрал, на картинках вы в интернете легко найдете, как это выглядит внутри. Там, где вал, который входит в вал-кодер, в само устройство, в сам компонент, там очень хорошо видно соединительная канавочка. Там, где подвижный вал, переходит в неподвижный корпус вал-кодера. В это место на зубочистке или на иголке шприца подносим каплю ВД-40 размером так миллиметр-полтора миллиметра диаметром, то есть капля должна быть очень небольшая. Повторяем эту процедуру два раза. Мне двух капель хватило для того, чтобы ручка опять начала хотя бы с заеданием, но вращаться. Потом я взял нитку, проложил ее в эту канавку, стер излишки ВД-40 и также зубочисткой нанес туда две небольшие капли диаметром, как я уже сказал, один-полтора миллиметра диаметром капли машинного масла. И после этого начал уже прокручивать ручку дальше и через несколько минут валу вернулась просто заводская плавная прокрутка. Выпаивать мне вал-кодера не пришлось, мучиться с какими-то поисками в интернете по поводу его замены, мастеров, мастерских и так далее. Это все очень мутный, очень тяжелый вопрос. Переживать мне и тратиться не захотелось. Вот таким образом задача вся и решилась. В настоящий момент все крутится идеально гладко. Еще один момент. За два дня до того, как у меня заклинил вал-кодер, меня все-таки начало немножко тревожить то, что и досаждать то, что вал-кодер крутится с заеданием в определенном месте. На определенном угле поворота ручка как будто за что-то чиркала. Я вытащил эту ручку и вот там, где в этой ручке есть прорезь, сейчас увеличу, попробуем. Да, вот так вот. Вот там, где эта ручка, там был штамповочный выступ. Я взял нож для резки, вырезания по дереву. Маленький, острый, компактный. Можно взять скальпель, можно взять маленький нож канцелярский и аккуратно сострогал вдоль оси вот этой внутренней втулки снаружи этот выступ. Ручка начала крутиться лучше. Заедание прекратилось. Ну, только потом, через два-три дня у меня случилась вот эта неприятность с его полным заклиниванием. Как я ее решил, я уже рассказал. Так что во всем остальном приемник просто прекрасный. Короткие волны, SSB, авиодипозон, все, что описано. Вот, все работает замечательно. Если у кого-то результаты неудовлетворительные, то это либо вопрос проживания в очень зашумленном месте или это приемник имеет происхождение, как многие пишут, из российских магазинов, куда могли попадать и с большой вероятностью попадают приемники, недостаточно прошедшие заводскую настройку, недостаточно точную настройку контуров внутри. Поэтому расстройки по частотам и заниженные параметры по избирательности, чувствительности и так далее. Что еще могу сказать по поводу антенны? Есть еще такой частый вопрос. Я думаю, на сегодняшний момент он для меня перестал быть актуальным. Вряд ли я добьюсь что-нибудь, чего-нибудь большего в плане внешней антенны. Живу я в частном секторе. У меня есть большой дуб и сосна. Дуб по одну сторону, дома сосна по другую. Взял я четыре миллиметровые жилы от обычного электрического кабеля. Примерно так метров тридцать. Четыре такие жилы. Достал их из изоляции. Это с помощью канцелярского ножа, зажатого в тиске. Делается достаточно легко. Я управился минут за 15-20. Пропустил через этот нож двужильный кабель. Общая площадь зачистки жил составила примерно метров восемьдесят. Потом сложил его в четыре нитки. Привязал за гвоздь около сарая. Растянул вдоль огорода. На втором конце кабеля сделал крючкообразный вот такой вот петлю. И в шуруповерт зажал крюк резьбовой. Ну чтобы был такой вращающийся палец. Проделал в этот конец антенны, включил шуруповерт. И он мне красиво и хорошо свернул эти четыре жилы в одну витую такую плеть. Эту плеть я забросил одним концом на дуб. К ветке дуба она закрепилась нейлоновым шнуром. То есть от самого дуба антенна изолирована. Второй конец протянул до сосны и притянул его к сосне уже на вторую нейлоновую растяжку. Сделал снижение из другого куска электрического кабеля. Прямо саму антенну, прямо от самой антенны спустил одну жилу внутрь дома для вставки в гнездо внешней антенны. А вторую жилу, соединенную с этой же жилой, которая идет в приемник, заземлил на улице. То есть вбил резьбовую шпильку примерно метровой длины или сантиметров 80 в землю и между двух гаек зажал свободный конец этого кабеля. То есть от несущей плети самой антенны у меня разветвление на два провода. Один снижение в саму внешнюю антенну, а второй на заземление. Заземление сделано без даже индуктивности, без индуктивной катушки, но у него единственная цель дать возможность стекать на землю статическому электричеству, которое может копиться на антенне в сухую погоду летом, в морозную сухую погоду зимой, когда низкая влажность и все буквально вот легко так электризуется. Ну и морозный воздух, вы знаете, он имеет такой озоновый привкус и аромат. Это тоже не случайно. Электризация сухого морозного воздуха тут играет, по-моему, не последнюю роль. Ну вот и все, что я хотел рассказать сегодня. Так что если вдруг случится такая неприятность с валкодером, не спешите хвататься за паяльник. Попробуйте этот метод, я думаю, он поможет. На текущий момент я результатом очень доволен и уверен, что даже если через полгода-год произойдет что-то подобное, то с помощью той же капли ВД-40 и синтетического масла я опять верну его в прекрасное такое вот работающее состояние. В радиодиапазонах еще очень много интересного. Всем здоровья и удачи!